Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска, в студии Елена Морданшина. Смотрите сегодня. Сам алый сахарный, кафтан зеленый, бархатный. Где можно, а где нельзя покупать бахчевые, советуют специалисты. Не допускается реализация и продажа бахчевых культур с земли, частями в разрезанном виде, с надрезами, а также со следами гнили. Лето с пользой. Не только отдыхают, но и следят за чистотой во дворах участники эко-патруля. Детям неприятно, может быть, играть на грязной площадке. Заниматься спортом можно даже с ограниченными возможностями здоровья. Был бы правильный тренер. Наш рассказ о таком человеке. В первое время мы даже не понимали, с чего начать. Начали с простых мероприятий. В самом разгаре сезон арбузов и дынь. Бахчевыми торгуют и в магазинах, и сладков, которые можно встретить буквально на каждой улице. Там чаще всего их и покупают любители сочной ягоды. На что нужно обратить внимание, когда собираешься купить арбуз, и как правильно выбрать плод, чтобы не отравиться. Об этом расскажем далее. Одно из любимых лакомств второй половины лета – арбузы и дыни. Бахчевые не только очень вкусны, но еще и полезны. Сочные плоды содержат множество полезных микроэлементов, таких как калий, магний, железо, марганец, фолиевая кислота. Кроме того, арбузы и дыни способствуют выведению шлаков и снижают риск развития атеросклероза. Приобрести натуральные витамины сегодня можно не только в магазинах и на рынке, но и из сладков уличной торговли. Однако, выбирая арбузы и дыни на улице, необходимо обратить внимание на некоторые моменты. Продавцы должны быть одеты в чистую одежду, иметь медицинские книжки, установленные образцы, с отметками о прохождении профилактического медицинского осмотра, с указанием профилактических прививок, отметки о прохождении санитарно-генического обучения и обязательно иметь нагрудный знак, с указанием на именование предприятия, от которого он работает, или на именование юридического лица, индивидуального предпринимателя и фамилиями отчества продавца. Продажа бахчевых и вообще любых фруктов и овощей на обочинах дорог или с земли запрещена. Они собирают на себя слишком много вредных веществ. Поэтому покупать арбузы и дыни в этих местах не следует. Специалисты советуют приобретать их в магазинах и супермаркетах. То есть там, где организован входной контроль качества, и продавец может предоставить документы, подтверждающие происхождение и качество продукта. Не допускается реализация и продажа бахчевых культур с земли, частями в разрезанном виде, с надрезами, а также со светами гнили, так как на его поверхности накапливается пыль, грязь и микроорганизмы, которые могут попадать с кожуры внутрь продукта при его надрезании. Перед тем, как разрезать арбуз или дыню и подать к столу, их необходимо тщательно вымыть, желательно с мылом и щеткой, и ополоснуть кипяченой водой. Нарезанные плоды желательно хранить не более суток и только в холодильнике. Экопатруль появился в Альметьевске во время летних каникул. Школьники не только отдыхают, но и не забывают наводить порядок в своем городе. В очередной рейд по городским дворам вместе с подростковым клубом «Ротор» отправился Эдуард Прокопьев. Сев на самый экологичный транспорт, воспитанники подросткового клуба «Ротор» отправились на детскую площадку в один из ближайших дворов, чтобы навести там порядок. Ходим мы дважды в день на разные площадки. Если на них есть какой-либо мусор, если кто-либо бросает где не надо, мы убираем этот мусор, просто прибираемся на площадке и убираем траву. Я два раза в неделю с ребятами объезжаю, смотрим, есть ли мусор или что-то, и убираем. Если все бывает, что много запущено, окурки, то после обеда у нас педагог, он берет тоже ребят, они объезжают и беседуют со взрослыми, с детьми, чтобы они как-то немножко следили за своей площадкой. На каждой площадке школьники устанавливают специальную табличку. Она напоминает о том, что площадка под их контролем. К слову, некоторые ребята получат за работу зарплату. Они трудоустроены на лето через центр занятости. Другие просто хотят сделать свой город чище. Детям неприятно, может быть, играть на грязной площадке. Они даже, ну, в каком-нибудь случае могут чем-нибудь отравиться. Убирают крупный мусор, траву, как на самой детской площадке, так и на прилегающей территории. Жильцы домов против такой активности не возражают. За один день ребятам удается объехать на велосипедах несколько таких точек. Одной только уборкой дворовых территорий ребята ограничиваться не собираются. У водителей, паркующихся в неположенных местах. Эдуард Калинкин, Эдуард Прокопьев, Эльдар Гемаев, Альметьевск ТВ. У водителей из нашего следующего материала проблемы возникли не с парковкой. Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Альметьевске. А необычное оно из-за наезда бензовоза на пункт заправки электрических автомобилей. Недавно такую зарядку установили в нефтяной столице на проспекте строителей. В результате аварии никто не пострадал. Однако и грузовик «Скания», и электрическая колонка получили повреждения. У грузовика оказалось полностью разбито лобовое стекло. Юные сотрудники «Экопатруля» нашли себе дело. А вот тем взрослым, кто ищет работу, будет интересна следующая информация. 16 августа Центр занятости населения проведет ярмарку вакансий для выпускников вузов, колледжей и техникумов, людей с ограниченными возможностями, а также всех желающих. Посетителям ярмарки предлагают ознакомиться с банком вакансий и службой занятости, встретиться с работодателями и пройти собеседование, договориться о трудоустройстве. Также гости смогут пройти тестирование на определение своей профессиональной ориентации у психолога-профконсультанта. Начало в 9 часов по адресу город Альметьевск, улица Герцена, 86А. Телефон для справок 32-34-95. А поискать интересную вакансию, не выходя из дома, в любое удобное время можно на нашем сайте в разделе «Работа в Альметьевске». Более 5000 человек, закрепленных за поликлиникой номер 3, прошли в этом году диспенсеризацию. Это неплохой результат, говорят специалисты. В Альметьевске пройти полное медицинское обследование можно во всех лечебных учреждениях города. Наш корреспондент узнала, кто и где проходит обследование в этом году. Предупредить болезнь легче, чем лечить, не устают повторять врачи. Полное обследование всех жизненно важных органов и система организма позволяет выявить болезнь на ранней стадии, либо обнаружить предосположенность к какому-либо заболеванию. Такую возможность дает диспенсеризация. Основная цель диспенсеризации – это выявление хронических неинфекционных заболеваний с целью предупреждения развития осложнений, таких как инвалидность и смертность населения. Перед обследованием пациенту выдают диспансерную карту, с которой он начинает проходить различные процедурные кабинеты. Пациенту измерят рост, массу тела, окружность талии, артериальное давление, возьмут кровь на общий анализ. Вся процедура занимает не более трех часов. После, в случае необходимости, его направят уже к специалисту. В нашей поликлинике диспансерный кабинет работает дополнительно еще каждую третью субботу месяца. Это 236 кабинет. Все желающие могут прийти и пройти диспансеризацию. Диспансеризацию должны проходить все граждане России раз в три года, начиная с 21 года. Прошедшему выдается паспорт здоровья. К слову, такое обследование проводится абсолютно бесплатно. В Альметьевске пройти диспансеризацию можно в трех лечебно-профилактических учреждениях – центральной районной больнице, медсанчастие и поликлинике номер 3. При себе нужно иметь паспорт, полис и мочу в контейнере. И можно сразу же пройти все анализы. Диспансеризация – дело добровольное, но специалисты рекомендуют не пренебрегать этой процедурой. Ведь она дает возможность пройти комплексное обследование на современном медицинском оборудовании и получить бесплатную консультацию врача. В здоровом теле – здоровый дух. В субботу в России мы будем отмечать День физкультурника. Своим праздником его считают профессиональные спортсмены и спортсмены-любители, учителя физкультуры и тренеры. Наша съемочная группа встретилась с человеком, которого можно назвать особенным. И не только потому, что он работает с особенными людьми. Василий Иванович Архипов – без преувеличения человек с большой буквы. Всю жизнь он занимается спортом. В прошлом – легкоатлет, позже – преподаватель и всегда неравнодушный к спортивным достижениям альмедицких ребят тренер. Любовь к спорту ему, тогда еще молодому парню, привела армия, в которой Архипов служил в конце 70-х, в начале 80-х. В те годы, нельзя сказать поголовно, но в основном все любили заниматься спортом. Кто-то в футбол играл, бегал, прыгал. Вот я любил играть в хоккей, но благодаря армии научился бегать, так скажем, полюбил легкую атлетику. Василий Архипов через три года после службы поступил в альмедицкий физкультурный техникум. Будучи студентом, он входил в сборную техникуму по легкой атлетике. И в 1986 году на всесоюзной спартакеаде Сузов занял первое место на дистанции 400 метров с барьерами. Частенько, не частенько, но старался выигрывать. Были и проигрыши, были и победы. В 1986 году на спартакеаде СССР, среди средних специальных учебных заведений, я занял первое место по барьерному бегу. Это, наверное, вот такое большое достижение для меня было. В 2009 году Василий Иванович начал работу с особенными людьми. Его педагога физкультурного колледжа пригласили в управление по физкультуре и спорту и предложили работать инвалидами. Будущий тренер предложение принял. И вот, уже 8 лет Василий Иванович доказывает, что спорт доступен абсолютно каждому. За эти годы он заставил поверить собственные возможности многих людей, даже не помышлявших о спортивной карьере и чемпионских титулах. В первое время мы даже не понимали, с чего начать. Начали с обычного простого, простых мероприятий. Начали сразу же объединять их. Чтобы не делить по видам спорта, по видам спорта, там, волейбол, гимнастик и так далее. Василий Архипов занимается с детьми, у которых нарушен опорно-двигательный аппарат, синдром ДЦП, интеллектуальные нарушения, проблемы со слухом, зрением и многие другие серьезные заболевания. Все эти ребята занимаются плаванием, лыжами, настольным теннисом, легкой атлетикой, бочей, футболом. Ключики к сердцу каждого воспитанника тренер находит интуитивно. А работает с ними не из жалости, а из-за участия в судьбах этих самых детей. Ведь для многих он не просто тренер, а друг и старший товарищ. Шутим. Шутим. Шутим в основном. Ну, о чем можно говорить? Про жизнь с ними не поговоришь. Особенно шутим. Настраиваем. Василий Иванович с удовольствием рассказывает о своих воспитанниках и об их достижениях. И совершенно не говорит о своих победах, а ведь их у тренера действительно много. Наград, грамот, благодарственных писем у Василия Ивановича не счесть. Например, в 2014 году он получил грамоту и памятную медаль от президента России за подготовку параолимпийцев на игры. Но тренер больше всего гордится грамотой от Татарского республиканского отделения Всероссийского общества глухих 2016 года. Ценнее может быть вот это. Вот это, потому что я впервые 10 лет назад столкнулся с людьми, которые разговаривают жестовым языком. И более-менее сейчас тоже разговаривают. Как и все тренеры, Василий Иванович переживает и поддерживает своих воспитанников. Особенно, когда у ребенка с ДЦП начинают лучше работать руки, или когда слепой мальчик забивает гол в гол боли. И это что-то вроде футбола для слепых. Когда они выиграют, у меня вот такого чувства, что такого гордиться нету. Что вот мои ребята выиграли и так далее. Но когда их награждают в городе, у меня грудь колесом. Вы говорите, когда она выводит на сцену, когда их видит горд, горд это. То есть такие спортсмены, которые поступают и защищают честь нашего города. В городе, в республике, в России. И за пределы России я здесь инстингарую с этим. Найти Василия Ивановича и записаться на его тренировки можно в Центре детского и юношеского творчества. Там тренер ежедневно занимается с детьми. Полина Сураева, Эльдар Гемаев, Альмитиск ТВ. День физкультурника в Альмитиске отметят уже в эту субботу. Он обещает стать масштабным спортивным праздником. Мероприятия пройдут на трех площадках. В 10 часов на городском пляже стартует всероссийский турнир по пляжному волейболу среди женских команд. Занятия зеленого фитнеса начнутся в 10.30. В это же время начнет свою работу площадка ГТО. Пройдут спортивно-развлекательные соревнования «Активный Альмитиск» и «Семейный спортивный праздник». Торжественное открытие спортивного праздника состоится в 11 часов. Также на празднике пройдет церемония награждения работников сферы физической культуры и спорта. Далее в программе «Акваэробика. Активное долголетие. Показательная тренировка и показательные бои по карате» пляжный фестиваль по настольным играм, открытый чемпионат района по кроссфиту. В 16 часов начнется пляжная вечеринка с участием молодежной хоккейной команды «Спутник». На городском стадионе пройдут соревнования по легкой атлетике, фестиваль по футболу среди детских команд и многое другое. Всероссийский турнир по пляжному волейболу на кубок правкома «Татнефть» и среди мужских команд состоится в городском парке. Подробную афишу вы можете найти на нашем сайте. Также в день физкультурника состоятся соревнования по конному спорту. Открытое первенство района на призы компании «Татнефть» пройдет в Манеже конно-спортивной школы 12 и 13 августа. Парад открытия соревнований начнется в 9 часов 30 минут. Кроме заездов зрителей ждет развлекательная программа, настольные игры, мастер-классы по росписи имбирного печенья, фотозона, катание на карете. Вход свободный. И в завершении выпуска о необычном видео из глобальной сети. Музыканты из Перми остались под впечатлением от Альметьевска. В социальной сети они разместили видеоролик, посвященный нефтяной столице. Альметьевск стал одним из городов, который ребята из пермской рок-группы посетили в ходе своего путешествия по регионам России. Свой музыкальный тур они назвали «В поисках лета». По словам музыкантов, в число городов, которые также посетили путешественники, в Татарстане попали Елабуга и Нурлад. После чего музыканты взяли курс на Анапу по пути через Сызрань и Таганрог. На кадрах ролика они обращаются ко всем, кто планирует свой отдых. Советую непременно внести в планы посещение нефтяной столицы. На видео будет слышен мой пермский акцент опять. Отлично. Да. Вот мы приехали в Альметьевск. Очень классный город. Вот если вы едете мимо Альметьевска, мимо не проезжайте. Дима, как тебе Альметьевск? Два лайка. Два лайка. А теперь прогноз погоды на пятницу. 11 августа в Альметьевске ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью 12 градусов, днем 22. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На этом у нас все. Я передаю слово своему коллеге Эдуарду Прокопьеву. На очереди новый выпуск передачи «Протокол». А я с вами прощаюсь. Всего доброго вам и только хороших новостей.